всем привет с вами евгений карташов и мы продолжаем знакомство с графическим планшетом hyon inspiroy kd 200 это планшет с клавиатурой предыдущем видео я вкратце рассказал про его характеристики мы посмотрели что входит в комплект в этом видео я расскажу как подготовить планшет к работе на компьютере и так сначала нам нужно установить драйвер планшета без драйвера полноценной работы и настройки не будет нужно зайти на официальный сайт компании hyon в россии hyon tab выбрать здесь планшеты и выбрать нужный планшет inspiron key dial 200 кликаем здесь можно подробнее ознакомиться с основными особенностями планшета то есть прочитать про него ну а нам нужен драйвер драйвер находится вот здесь то есть нужно кликнуть по кнопке скачать здесь в строке поиска нужно ввести модель планшета латинскими естественно буквами kd 200 нажимаем enter ну и вот появляются ссылки для скачивания драйверов для операционной системы windows и для операционной системы mac os лучше выбрать последнюю версию драйвера выбираем скачиваем и устанавливаем на компьютер также здесь можно почитать инструкцию по использованию но только на английском языке после того как вы установили драйвер подключаем планшет запускаем наш драйвер и приступаем к настройке первое что нужно сделать настроить рабочую область какие здесь есть варианты первый вариант это вся область его можно использовать если вы выполняете ретушь или скажем какое-то рисование в программе в каком-то графическом редакторе если же вы используете скажем такой способ как наложение рисунка на поверхность планшета который выполнен на бумаге и вам нужно перенести этот рисунок на компьютер то в этом случае нужно обязательно выбирать вариант по соотношению сторон вот видите область немножко изменилась то есть теперь у нас в точности здесь соотношение сторон как у монитора моем случае это 9 к 16 почему это важно дело в том что если вы не сделаете вот эту настройку при срисовывании бумажного рисунка который накладывается на поверхность планшета вы вместо круга получите эллипс то есть у вас будут искажения в линиях потому что у вас рабочая область планшета не соответствует рабочей области монитора еще раз напомню вот это важно при переносе рисунка который накладывается на поверхность планшета а при ретуши и простом рисовании можно использовать максимально всю рабочую область то есть выбрать вся область также есть здесь возможность настройки рабочей области произвольная то есть можно либо вот здесь вводить какие-то значения либо перетаскивать вот таким образом границы но имейте в виду что если у вас область будет слишком отличаться от монитора у вас не будет соответствовать движение пера движению курсора на экране затем приступаем к настройке цифрового пера здесь тоже ничего сложного здесь у нас есть две клавиши которые можно запрограммировать вот например по умолчанию верхняя клавиша это правая кнопка мыши нижняя клавиша соответствует букве е английской ну и фотошопе это ластик то есть если мы нажмем е то мы будем стирать какие-то штрихи или часть изображения с помощью ластика также здесь поддерживается игровой режим я не знаю что это такое потому что в игры не играю на компьютере и режим мыши если перо будет работать в режиме мыши то не будет поддерживаться функция регулировки параметров кисти с помощью регулировки силы давления на перо то есть чувствительность пера не будет работать вот этот параметр windows inc желательно держать включенным все время чтобы у нас работали корректно все функции пера далее переходим к настройке чувствительности ну давайте я сейчас сброшу здесь все очищу вот у нас тестовая область по умолчанию перо у нас работает вот таким образом то есть если я нажимаю немножко вот видите уже линия получается так сказать довольно толстая вот эта характеристика пера по умолчанию она не позволяет проводить очень тонкие штрихи то есть для этого нужно но едва касаться пером поверхности планшета вот видите линии уже достаточно толстые мне это не очень нравится здесь можно настроить передаточную функцию планшета то есть смотрите здесь есть подсказочки когда мы прогибаем кривую вверх то мы еще больше усиливаем чувствительность вот смотрите сейчас я это сделаю вот прогнул кривую вверх ну и смотрите что у нас получается у нас сразу же даже при легком касании уже получаются широкие линии если наоборот я прогнул кривую вниз вот так то смотрите я могу проводить очень тонкие штрихи едва касаясь пером планшета в предыдущем случае это было невозможно вот это очень хорошо для штриховки при рисовании ну и также при до джинберни при ретуши когда мы именно работаем отрывистыми штрихами то есть работаем с мелкими деталями по мере усиления у меня происходит плавное увеличение диаметра кисти то есть что в этом случае мы имеем вместо одной кисточки то есть кисточки одного размера у меня фактически несколько десятков может быть кистей разного размера которые я получаю всего лишь изменения силы давления на перо ну и вот этот регулятор порог что он делает он настраивает так называемую отсечку то есть это порог чувствительности если я его поставлю скажем вот сюда то при легком нажатии совсем легком у меня планшет не будет реагировать то есть вот смотрите до определенного предела у меня не происходит изменения размера кисти но это не очень удобно я таким не пользуюсь обычно я его ставлю вот где-то ближе к нулевому значению вот так то чтобы у меня плавно изменялся размер зависимости от силы давления на перо но в некоторых случаях может быть при рисовании это кому-то и пригодится например чтобы все время рисовать тонкие штрихи вот так настраивается чувствительность пера ну и соответственно нужно будет еще настроить кисти и в фотошопе об этом у нас будет отдельный урок ну и наконец переходим в меню графический планшет вот здесь у нас 5 программируемых клавиш смотрите здесь можно выбрать либо какую-то клавиатурное сокращение кнопку мыши функция переключения то есть когда мы с этой клавишей можем на что-то переключаться также можно назначить на эту клавишу на любую из этих пяти клавиш запуск какого-либо приложения какое-то системное приложение ну то есть выключить компьютер блокировку экрана там и так далее это кому что нужно но для обработки фотографии это вот все не используется в основном используется клавиатурные сокращения какие-то дополнительные которые назначаются для быстрой работы то есть самые распространенные клавиатурные сокращения например если вы пользуетесь экшенами можно на клавиатурное сокращение назначить экшен для этого в фотошопе нужно сделать соответствующие настройки ну и вот эта часть компьютерной клавиатуры то есть на самом планшете можно подробно рассмотреть какие здесь клавиши это клавиша escape tab табуляция ну включение режима ввода цифр то есть вот тут есть буквы на клавиатуре есть цифры клавиши модификаторы shift control start command и alt option вот эти клавиши представляют собой часть компьютерной клавиатуры то есть по 4 клавиши трех буквенных рядов ну и в нижнем ряду 5 клавиш и вот здесь находятся клавиши delete и enter вот клавиша пробела вверху вот здесь у нас находится клавиша выбора функций что это из себя представляет вот смотрите вы можете нажимая на нее выбирать что у вас будет делать колесико то здесь еще есть колесико то есть можно приближать отдалять вот сейчас мы это рассмотрим вот приблизить отдалить настроить размер кисти и прокрутка вверх и вниз таким образом в фотошопе можно на это колесо выбирать различные функции если вам эта клавиатура не нужна можно ее отключить таким образом сняв галочки включить экспресс клавиши и дайл дайл это вот это колесико ну чтобы узнать какая функция на него назначена здесь достаточно навести нам курсор при настройке драйвера и мы это увидим вот здесь можно из трех функций выбрать какую-либо точных рекомендаций по настройке вот этих клавиш я вам дать не могу они зависеть будут от вашего рабочего потока то есть какие конкретно задачи вы решаете в фотошопе например если вы выполняете какую-то цветокоррекцию это может быть одно если ретушь это может быть что-то другое если вы рисуете у вас будут какие-то трети здесь настройки то есть все здесь зависит от того чем вы занимаетесь на этом про основные настройки планшета у меня все и в следующем видео я расскажу как фотошоп настроить кисти чтобы по полной программе использовать все преимущества графического планшета если вам понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал подписывайтесь на мою группу вконтакте телеграм-канал и до новых встреч